Здравствуйте! На НТС, как всегда, по воскресеньям, итоги недели в студии Мирдян Балыбаев. Наши журналисты подробно расскажут вам о самых заметных событиях недели. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Ож в судьбе Чингизайтматова. Торжественные мероприятия в честь 90-летия великого писателя в Южной столице прошли с участием президента Сорунбая Джиенбекова. Президент взял под свой личный контроль реализацию стратегии 2040. В выполнении проектов из этого документа необходима поддержка доноров. Поставленные перед страной задачи направлены в первую очередь на создание среды для развития человека, раскрытия потенциала каждого, кто живет в нашей стране. Три судьи сняты с должности в связи с серьезными обвинениями о коррупции в судах и о том, что делается для очищения рядов служителей Фемиды. Люди годами ходят, тратят деньги на адвокатов, кредиты берут, чтобы нанять адвокатов. И потом доходят до Верховного суда, три года ходят по судам, а потом суд Верховный отменяет решение всех первых инстанций. Партия социал-демократов самоочищается или саморазрушается. Исключение из СДПК ИСО Муркулова еще больше обнажило противостояние внутри партии. Я поддерживал линию программы партии для того, чтобы привести на гребень власти того человека, который сегодня был инициатором исключения меня из партии. СДПК ИСО Муркулова Айтматова прошло в Аше. Он воспитывался в одном из детских садов этого города. Государственная деятельность его отца, Турекул Айтматова, начиналась в США. Он был первым секретарем Араван-Буринского райкома партии. Возможно, зачатки писательского таланта у маленького Чингиза появились именно в этом чудесном городе, отметил президент. Айтматов оставил завету любви к миру, сохранение равноправия, терпимого отношения к этническому, религиозному, политическому разнообразию. Поэтому наше общество должно поднимать государство как единый народ и одна страна. Мы обязаны жить с сильным гражданским чувством. Я – кыргызстанец, несмотря на национальность, религию и политическую позицию, подчеркнул президент. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Президент Сорунбай Джейенбеков также посетил финальную игру первенства страны по Кокбюру, на которой чемпионом стала сборная Чуйской области. Эти соревнования проходили на Оржском областном ипподроме и также были посвящены 90-летию Чингиза Итматова. Выступая перед началом финальной встречи между командами Иссык-Куйской и Чуйской областей, глава государства выразил пожелание, чтобы в финале игры по Кокбюру победили сильнейшие. Желаю вам победы. О нашей стране согласия и единства, сказал президент Сорунбай Джейенбеков перед началом решающей встречи финалистов чемпионата Кыргызстана по Кокбюру. Президент Сорунбай Джейенбеков. Президент Сорунбай Джейенбеков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Стратегическая программа охватывает 17 основных направлений развития Все они в первую очередь направлены на повышение уровня жизни кыргызстанцев Говорится в документе Предыдущая встреча президента с дипломатами и международными донорами прошла в этом же зале два месяца назад С тех пор многое изменилось, сообщил собравшимся глава государства В среду с учетом всех рекомендаций был подписан указ о подтверждении национальной стратегии страны до 2040 года Так появился главный документ, где отражены и настоящие и будущие страны, но уже качественно продуманный, с более комплексным подходом Осталось только взяться за его реализацию, но прежде решить финансовую часть, к чему и призвал присутствующих президент Таким образом, стратегия уже принята, наступило время старта его реализации Теперь должны быть четко решены необходимые кадровые, законодательные, финансовые и управленческие решения Сегодня фокус нашего внимания будет направлен в основном на вопросы финансового обеспечения реализации стратегии Немного поговорим о управлении процессами реализации Уважаемые дамы и господа, без конкретики невозможно определить масштабы финансирования И, соответственно, внутренние и внешние источники реализации любой стратегии Национальная стратегия 2040 предполагает поэтапность горизонта стратегирования, которая состоит из нескольких среднесрочных периодов Документ будут реализовывать поэтапно В эту пятилетку в планах, наконец, установить справедливую судебную систему По многим законопроектам учтены ваши рекомендации, отметил Джейенбеков, обращаясь к донорам Более того, сейчас идет работа по внедрению рекомендованных кодексов и законов К 2023 году подотчетность судов будет прозрачной Заседания будут проходить в онлайн-режиме, что повысит уровень доверия Впереди предстоит такая же комплексная работа по развитию экономики Ключевыми сферами определены энергетика, обрабатывающая и легкая промышленность, сельское хозяйство, переработка сельхозпродукции и туризм С целью увеличения экспортного потенциала страны будем развивать агропромышленный комплекс Соблюдение современных экологических требований, введение новых технологий хранения Более глубокая переработка сельхозпродукции, развитие логистики будут одним из приоритетных направлений экономической политики В энергетике планируется масштабное проведение реконструкции и модернизации существующих генерирующих объектов Будем развивать энергетическую инфраструктуру, в том числе будет проложена реализация проекта КАСА-1000, который начнет функционировать в 2021 году Планируется запустить такие инфраструктурные проекты, как строительство железнодороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан Строительство Верхонародского каскада ГЭС и Камбарата-1 Строительство газопровода Кыргызстан-Китай Будет уделено особое внимание внедрению информационной технологии во все сферы общества Во все секторы экономики, а также в работу госорганов Единая информационная система Тюндук, программа ипотечного кредитования, доступной медицины и многое другое Что запланировано начнет реализовываться, что уже начали внедрять, продолжат, отметил глава государства В приоритете развития регионов По проекту ТАЗАСУ в эти пять лет в планах обеспечить чистой водой 653 села, 26 райцентров и 22 города И ввести 27 тысяч гектаров новых орошаемых земель Для развития регионов, отметил Джейенбеков, пересмотрят систему управления территориями С учетом объективных социально-экономических процессов Поручено задание разработать дорожную карту реформ Рабочая группа, отметил глава государства, уже этим занимается Но одних наших ушилий, к сожалению, на данном этапе недостаточно Мы для решения задач развития нуждаемся в поддержке наших партнеров Вашей поддержке, уважаемые друзья Друзья, при этом хотелось бы акцентировать внимание на эффективности использования донорской помощи Сегодня я призываю все стороны и международные организации, и страны-партнеры, и наши государственные органы К оптимизации и своевременности принятия программ и проектов Более эффективному использованию финансовых ресурсов Всем вам известно, есть факты неосвоения госорганами уже предоставленную внешнюю помощь Кроме того, считаю необходимым активизировать диалоговую площадку По координации донорской помощи между всеми странами на регулярной, постоянной основе Реализация этой задачи возьмет на себя секретарь нацсовета по стратегическому развитию Руководство над секретарем будет осуществлять руководитель аппарата президента Как института, отвечающего за вопросы развития страны Сотрудничать международные доноры согласились, но выдвинули ряд условий Правда, условиями-то их и не назовешь Они скорее указали на некоторые обстоятельства, складывающиеся в стране Которые, если не сегодня, так завтра могут помешать реализации документа Сначала условия, потом совместные проекты, заметили партнеры Все страны проходят свой путь, чтобы избежать ошибок, нужно изучать опыт других стран Есть необходимость тесного планирования между партнерами и госорганами, а также разработка индикаторов развития Мы хотели бы подключиться к работе по улучшению закона о стратегическом планировании, так как не все понимают связь между координационными программами и стратегиями Мы хотим работать сообща, делясь информацией о финансировании, слабостях и пробелах Хотим создать эффективную платформу, готовы налаживать отношения с новыми лицами Но иногда замена политически ключевых лиц приводит к потере фокуса Мы берем на себя обязательства по развитию, но, к сожалению, частые замены создают трудности Координационный совет партнеров по развитию Кыргызской республики готов содействовать развитию реализации программы Мы организовали 14 рабочих групп и можем дать вам список наших членов для определения этапов сотрудничества Руководство в рабочих группах должны занимать представители правительства и доноры Председателем могут быть министры, сопредседателями и заместители министра Встречи на уровне министров могут проводиться один-два раза в месяц Сам министр могли бы участвовать более часто Гражданское общество привлечено к мониторингу антикоррупционных мер, но они не скоординированы Мы высоко ценим и приветствуем борьбу с коррупцией, которая проводится в стране Можно увидеть определенный прогресс в борьбе с коррупцией, но некоторые трудности до сих пор есть Известно, что коррупция тормозит развитие экономики Было бы хорошо вести работу по усилению верховенства закона Внести изменения в закон о госзакупках, к примеру Помимо этих крупных проектов у нас на подходе еще где-то на 110 миллионов это север-юг проект технико-климическое обоснование Второе, мы оказываем также спонсорскую помощь в виде грантов, это вот министерство здравоохранения Кыргызская республика выиграла грант на 2 миллиона по караван здоровья, так называемый проект Где мы хотим разместить два каравана здоровья, один в Аше, другой в Нарыне Для диагностики, для труднодоступных регионов Хотелось бы попросить, чтобы и наш банк, и чтобы министерство здравоохранения Мы быстрее бы реализовали этот проект И оказали бы посильную помощь жителям труднодоступных регионов Кыргызстана Кыргызстан подписал парижскую декларацию И мы готовы скоординировать все действия Что касается нацстратегии, то мы тесно работаем с Минздравом У нас много совместных разработок И не только с этим ведомством, по поводу проекта Тазасу Хочется отметить, что реализация задерживается Мы хотели бы знать, в чем причина отсрочки проекта по обеспечению водой регионов Соответствующие документы разработаны, но не приняты правительством А правительство ведь должно контролировать реализацию этих стратегий Мы продолжим инвестировать в проекты и программы Но своевременное подписание документов намного облегчило бы наше сотрудничество Порой на нескольких стадиях документ нуждается в ратификации И так как процесс затягивается, мы выбиваемся из графика Правительство должно отрегулировать эту систему В том числе и по подписанию двусторонних соглашений Нужен прямой и простой механизм, включающий и президента, и парламент, уполномоченный принимать решения Мы сотрудничаем с 1991 года Помощь оказана на почти миллиард долларов Плюс крупные инвестиционные проекты Сотрудничество продолжается Впереди много планов В секторе энергетики, здравоохранения, туризма, горной промышленности, водных ресурсов Скоро будет запущена больница Дружбы В сентябре приезжала делегация бизнесменов из Турции Приедут еще Поддерживаем идею провести весной следующего года донорскую конференцию Хочу отметить, что германо-каргызское сотрудничество происходит не первый год Присоединяюсь к словам по поводу своевременной ратификации документов И замечу, что если правительство Кыргызстана будет заранее расставлять приоритетные направления И ознакомить с ними нас, доноров То мы могли бы подключаться к работе на ранних стадиях Раньше начнем диалог Юнида будет готова с вами сотрудничать в организации донорской конференции Касательно для того, чтобы эта промышленная стратегия Которая включает также промышленное развитие в регионах Была активно реализована при содействии уважаемого донорского сообщества Которое здесь присутствует Для повышения эффективности сотрудничества Премьер-министр страны Мухаммед Калая Балгазиев Пообещал, что встречаться с представителями международных организаций будет чаще Ранее признал глава Кабмина, работа с партнерами была не очень системной В рамках национальной стратегии развития 2040 Ожидается принятие большого количества документов Мы будем чаще встречаться с международными донорами Правительство будет организовать встречи с партнерами Скоро начнем разработку плана мероприятий по реализации стратегии На сегодня мы требуем от всех министерств Вести системную работу с донорами Вашу работу мы ценим и просим оказать содействие В итоге, еще раз отметив, что нецелевого использования средств ни в коем случае не будет И все будет под его контролем Сорумбай Джейнбеков заключил, что сегодняшняя встреча прошла весьма плодотворно Мы хотели услышать, какие препятствия есть И получился откровенный разговор Я выражаю благодарность Те вопросы, которые вы не можете продвинуть, озвучивайте здесь Мы будем работать, продвигать диалоговую площадку С тех пор, как мы стали независимым государством Мы получили до 10 миллиардов долларов помощи 401 крупный проект реализовали Это большой опыт Стратегия развития до 2040 года Это большая программа У нас было немало проектов до этого АБР, к примеру, занимался проектами дорог Бишкекош Бишкекторугард со Всемирным банком Проекты есть МВФ хочу поблагодарить Я готов с каждым донором встретиться и обсудить Нам нужны инвестиции Мы должны создать предпринимателям условия, чтобы они могли получить выгоду Не предоставлять им рыбу, а давать им удочку, чтобы они сами смогли ловить Перед страной задачи направлены в первую очередь на создание среды для развития человека Раскрытие потенциала каждого, кто живет в нашей стране Обеспечение благополучия и защиты его интересов Кыргызстан ставит амбициозные цели Предстоит большая работа В связи с чем выражаю искреннюю надежду, что вы, наши партнеры, окажете посильное содействие в их реализации Так отметил президент, необходимо сократить количество дублирующих и неподкрепленных ресурсами программ и стратегий В работе госорганов придерживаться принципа преемственности и стабильности И по подбору кадров в том числе Правительству совместно с парламентом предложено рассмотреть возможность оптимизации внутригосударственных процедур Без ущерба качества реализуемых проектов Также Кабмину рекомендовано активизировать работу по Совету по взаимодействию с донорами И уже следующую донорскую конференцию провести весной следующего года На этой неделе юрист и бывший депутат Джоорку Кенеша Чолпон Джакупова обратилась с открытым письмом к президенту Автор поясняет, что поводом для обращения стало желание помочь главе государства В выявлении и устранении серьезных системных ошибок в деятельности судебной ветви власти Главная проблема, о которой говорится в письме Сегодня в судах невозможно найти справедливость Служители Фемиды не несут ответственности за незаконные решения По мнению Джакуповой, отдельные судьи злоупотребляют принципом независимости и невмешательства в деятельность по отправлению правосудия В Кыргызстане судебная система абсолютно недоступна для общественного контроля К примеру, о деятельности дисциплинарной комиссии при Совете судей нет никакой информации в открытых источниках Граждане не могут получить сведения о том, кто входит в ее состав, какие решения принимаются Авторы жалоб не приглашаются на заседание, говорится в обращении Чолпон Джакуповой Под этими словами готово подписаться, пожалуй, подавляющее большинство тех, кто когда-либо имел дело с нашими судами Тем временем, некоторых служителей Фемиды начали привлекать к уголовной ответственности За последний месяц стало известно о трех таких фактах В отношении теперь уже бывшего председателя Свердловского районного суда Бишкека Эльвиры Джаркеевой Возбуждено два уголовных дела по пяти статьям Уголовное досье заведено также на председателя Октябрьского райсуда столицы И на судью Московского районного суда Чуйской области Настоящая ли это чистка или разовая акция, покажет время Есть еще немало судей, которые на глазах всей страны попирают закон И выносят вердикты, получая указания по телефону Ну и, конечно же, необходимо ликвидировать саму эту систему При которой судьи принимают решения по указке кураторов Несправедливые суды нередко доводят людей до крайностей В январе 2013 года возле здания парламента в Бишкеке Отчаявшаяся мать совершила акт самосожжения 46-летняя жительница Нарынской области облила себя бензином и подожгла Таким образом, женщина протестовала против судебного решения По которому ее сына приговорили к 13 годам тюрьмы за покушение на убийство После этого Верховный суд пересмотрел это дело И не нашел доказательств вины обвиняемого Решение нежестоящей инстанции было отменено Доверие кыргызстанцев к судам, как известно, очень низкое Жалоб на решение судей всегда было предостаточно А вот в то, что сами судьи могут оказаться на скамье подсудимых Мало кто верил Но события последних недель показали, что судей тоже можно судить Так уже бывшего председателя Свердловского районного суда столицы Эльвиру Джаркееву обвинили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Решение об отстранении ее с должности ранее принял глава государства Судья Свердловского районного суда города Бишкеп Джаркеева По незарегистрированному и установленному порядке исковому заявлению Гражданина ААЭ В нарушении норм гражданского производства рассмотрено гражданское дело И по нему вынесено заведомо неправосудное решение В последующем повлекшее за собой смену собственника В результате чего были нарушены права и законные интересы директора ОСО Между тем в отношении ИСА ранее было возбуждено уголовное дело По статье мошенничества По факту завладения денежными средствами гражданина ААЭ За что ему было предъявлено обвинение и он был объявлен в розыск История этого дела, по которому служитель Фемида Джаркеева Намеренно вынесла неправосудное решение Тянется с 2016 года Председательство в Свердловском райсуде Она начала рассматривать жалобы бывшего партнера Теперь уже потерпевшего Последний приобрел фирму у компаньона Некоего Войнова и начал в нее инвестировать Рассказывает адвокат Построил многоэтажные дома Вел разработку месторождений до того дня Пока в один момент бывший владелец Не захотел вернуть себе проданное ОСО Вместе с дивидендами И в этом ему помогла судья Бизнес отобрали вместе с вложенными в него миллионами А через три года Джаркеева тайно, тихоря Якобы по надуманным причинам вернули ОСО Войнову, но уже с тремя построенными домами Вот такие чудеса Вот я эту Джаркееву предупреждал Ты сядешь в тюрьмы, Эльвира давать там Буквально все судьи в страхе от этого дела были И все отобрали Отобрали вот эти три дома, месторождение, Баткенье Кверхармашки все перевернули На людей из Китая возбудили уголовное дело В общем, Екатерин Сарм Вот так вот Все это говорят Но мы-то не знаем По вашим сведениям, это Чопров Вот это И Меминов Своего рода черный список судей Возможно пополнится и экс-председателем Другого районного суда столицы Октябрьского Жалоба в Совет судей на Эрниса Чоткараева Поступила от председателя Верховного суда О чем идет речь в документе Пока не сообщается Но предположительно Это может быть связано с недавней операцией ГКНБ Спецслужбы выявили коррупционную схему В районных судах По которой штрафы от нарушителей ПДД Присваивались сотрудниками судов И инспекторами ГУА БДД Есть информация, что сам Чоткараев Уже находится за пределами Кыргызстана Данные о том, что его лишат неприкосновенности Официальные органы пока не подтверждают Установлено, что отдельными работниками Судебных органов города Бишкек Были присвоены денежные средства Призназначенные для оплаты административных штрафов По статье 238 Кодекса Об административной ответственности Кыргызской Республики При этом в отдельных случаях Со стороны судейского корпуса Допускались факты проведения Формальных судебных заседаний Без участия нарушителей ПДД На основании собранных материалов Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Возбуждено уголовное дело По признакам преступления Предусмотрены статьями 171-й и 305-й Уголовного кодекса Кыргызской Республики Уголовное дело для организации расследования Передано Главное следственное управление Госкомитета национальной безопасности Кыргызской Республики По словам правозащитников Случай со штрафами показал, что пора начать Пересматривать некоторые полномочия судей Эксперты говорят, если проверки действительно Начались по всем районным судам столицы То в скором времени стоит ждать Новых громких дел Когда идет подмена документов И идет отмывание денег То здесь, конечно, однозначно Такие дела должны пресекаться За это должны нести ответственность Вплоть до уголовной Потому что это должно стать Таким вот фактом Для всех показательным Что, извините, вам дают хорошую зарплату Работайте ради нее И вообще нам нужно подумать о том Чтобы судьи выносили только решение Их компетенции было только вынесение решения Все административное Связанное с какими-то там оплатами Переводами счетов и прочее Это судей вообще не должно касаться И если мы это сможем достигнуть Я думаю, что с одной стороны Мы защитим судей С другой стороны Мы от некой кормушки их освободим У нас судьи, вплоть до председателя суда Могут сами привлекать людей К уголовной ответственности За неуважение к суду Как, например, в Нарыне Сами задним числом регистрировать иски Как, например, в Свердловском районном суде Что еще могут делать? Выносить заведомо неправосудные решения Как, например, по делу фирмы Рубикон Вечерка И видите, почему это происходит? Во-первых, это происходит потому, что Судьи не избираются народом Как в других странах Даже в Китае Во-вторых, потому что у нас Дисциплинарная ответственность судей Не регламентирована законом То есть вот такие страшные коррупционные схемы Существуют из-за того, что Несовершенен закон Что судебная реформа у нас Полностью провалилась за 8 лет Факты, выявленные в октябрьском суде Бишкека Послужили основанием для масштабной проверки На этой неделе стало известно Что уголовное дело заведено еще на одного судью На этот раз Московского районного суда Чуйской области За свои незаконные деяния Марлис Феликс Также может понести уголовную ответственность Для применения всех необходимых мер В отношении этого служителя Фемиды Указ подписал президент Ранее дисциплинарная комиссия Совета судей Дала свое согласие генпрокурору Начать в отношении судьи Марлиса Феликса Следственный момент Он также уже отстранен от должности По некоторым данным Судья на протяжении трех лет Намеренно затягивал судебные разбирательства Но у нас же в практике Масса таких примеров Когда люди годами ходят Тратят деньги на адвокатов Кредиты берут Чтобы нанять адвокатов И потом доходят до Верховного суда Три года Ходят по судам А потом суд Верховный Отменяет решение всех первых инстанций И при этом Ни судья первой инстанции Ни коллеги апелляционной инстанции Они по-прежнему остаются В судебной системе И продолжают Их никто не привлекает В ответственность За ответственность За то, что они Просто так Проявляют Деньги наши На поддержку судебной системы В том числе и на зарплаты Представители Фемиды Из республиканского бюджета Денег уходит немало Однако должного эффекта Это так и не возымело Сетуют юристы Челпон Джакупова На себе испытала Все прелести Так называемые Независимости Судебной системы Речь идет об иске Экс-президента Алмазбека Атамбаева В котором он требовал Взыскать с правозащитницы Три миллиона сомов За оскорбление Чести и достоинства Почему в моем случае Я должна нанимать адвокатов И идти отстаивать Свою честь и достоинство А в случае с президентом Генеральная прокуратура Должна защищать его интересы И суть нашего обращения В консольную палату Заключался именно в этом В том, что Мы должны соблюдать Вот этот принцип равен Со всех перед законом И судом Мы целый год Мы ходили по судам Дошли до Верховного суда Никто не увидел Нарушений законодательства Хотя мы об этом говорили 34 судьи Были задействованы По одному иску Понимаете? Тотальное реформирование Судебной системы В стране ожидается Уже со следующего года Вступят в силу Ряд нормативных И правовых кодексов О том, какие изменения Внедряются И на что они повлияют В интервью нашему каналу Рассказал глава Отдела по судебной реформе Президентского аппарата Санчар Исабаев Он, напомним Возглавил отдел После скандального Увольнения Его предшественника Мана Сарабаева Со слов Исабаева Все эти уголовные дела По нарушениям Со стороны судей В последнее время Лишь часть той активной работы Которая еще предстоит В приоритете Тщательный, честный И прозрачный отбор На должности В судейском корпусе Судебная реформа Также предполагают Кадровые вопросы То есть наличие Высококвалифицированных Профессиональных Сотрудников Именно вот в судебной Системе Вступает в силу Ряд кодексов Это в сфере Уголовного Суда производства У нас пять кодексов И по-моему Два закона Буквально два месяца Осталось И они вступают в силу В рамках реформы Предполагается Абсолютно новый Уголовно-профессиональный Кодекс Есть такие понятия Как единый реестр Прецепление и проступков У нас Понятие Новое понятие Как пробация Пробация Связана С системой Исполнения наказания Отметим Что аппарат президента Также инициирует Ликвидацию Межрайонных судов Закон позволит Значительно сократить Штат судей Созданы специальные Рабочие группы Для разработки Всех деталей Основная цель Рабочей группы Состоит в Анализе Анализе Текущего состояния Которое у нас имеется В связи с Введением Вот этих кодексов Насколько Госорганы Подготовлены К этим кодексам Какие у нас есть Недочеты Прореки Для реформирования Судебной системы Были даже приняты Поправки в закон О статусе судей В их числе Новшества в работе Совета по отбору И дисциплинарной комиссии А также разрешение На прослушивание Телефонов Представителей Фемиды Правда Письменное согласие На прослушку Своих телефонных разговоров Опять-таки Должен дать Сам судья В том-то и проблема До сегодняшнего дня Пока еще Ни один из судей Не разрешил Себя прослушивать Так же Как и ни один из них Еще не был привлечен К уголовной ответственности За коррупцию Доказать которую Судя по всему Довольно сложно Алексей Немашкал Элизатор кентур Владимир Кулбалдиев НТС Итоги недели На уходящей неделе Руководство СДПК Исключило из своих рядов Исуа Муркулова Лидера парламентских Социал-демократов И рекомендовало Фракции Сделать то же самое Что это Раскол или обновление Партии Покажет время Последние события В СДПК Обнажили Проблемы в целом С партийной системой В Кыргызстане Почти все Политообъединения В стране Построены вокруг Единственного лидера Который является Бессменным Вождем У партии Практически нет Идеологического Стержня Как такового Тем временем На этой же неделе Канцлер Германии Ангела Меркель Объявила о том Что покидает Свой партийный пост Председателя Христианского Демократического Союза Она объяснила это Плохими результатами На последних местных Выборах И тем что ХДС Продолжает терять Свою былую популярность Действия Ангела Меркель Не имеют прецедентов В истории Германии Канцлер Добровольно заявила О своем грядущем уходе При этом Она не перекладывала Ни на кого Вино Не искала Козлов отпущения Как это обычно бывает Не делала Язвительных замечаний Не упрекала Своих оппонентов Пишет Дойче Велле Вместо этого Полное осознание Собственной ответственности Это Ангела Меркель Железный канцлер Германии 21 века Она и до этого Славилась делами На которые Не решаются Многие политики Мужчины Решение Меркель Поступок Ответственного лидера Который мог бы Стать примером И для наших Партийных вождей Сегодняшняя ситуация В СДПК Это пожалуй Первое серьезное испытание На зрелость Для самой партии И урок Для всех остальных Политических объединений Кыргызстана Времена вождей Уже давно прошли Лидеры должны Сменяться Не только в государстве Но и в партиях тоже Лидер парламентской фракции СДПК И сам Урков Исключен из партии Такое решение Вынес полицовет движения На его заседании Сам парламентарий Не присутствовал По словам зампредседателя Партии Ирины Карамушкиной Решение об исключении Народного избранника Было принято Большинством членов Руководства СДПК Вчера у нас Действительно Был полицовет Кворум был Потому что у нас 10 человек Присутствовали Это сказать лично На 9 человек Они передали доверенность Что мы имеем право Воспользоваться их голосами Конечно обсуждался Очень долго вопрос Если вы Потому что Сам Урков Довольно таки Давно Мы все вместе выросли Как говорится В боях и походах Проверяли друг друга Но вы знаете Все таки Сегодня у него Очень важна Должна была быть Миссия Продолжать Развивать партию Сам Умурков Говорит Что об исключении Его из партии Узнал из средств Массовой информации На заседании Политического совета Его не приглашали Говорит законодатель Формулировку С которой Бывшие сопартийцы Исключили его Из своих рядов Лидер парламентской Фракции Считает необоснованной Устав партии Не нарушал И идей не предавал Встречи же с противниками Антамбаева Которые ему Поддержки этого движения Тоже считают Преждевременными Я считаю Что нарушений С моей стороны Устава Ни программы Не было никогда Я в этой партии Уже Почти 25 лет Я с этой Прошел С этой партии Прошел Огонь и воду Медные трубы Особенно в те годы Когда Даже грозило Значит Безопасностью Для меня лично И членов Моей семьи Несмотря на это Я поддерживал Линию Программы Партии Для того Чтобы Привести На гребень Власти Того человека Который сегодня Был инициатором Исключения Меня из партии Я думаю Что Те Кто голосовали Против меня За вывод Из членов партии Они придали Идеи Этой революции Они придали Память Павших ребят На этой площади И эти Люди Я считаю Что Сегодня Из-за корыстных Целей Из-за Своих Интересов Я думаю Пошли на такой шаг Примет ли решение Полицовета партии Члены фракции Большой вопрос Ранее похожая ситуация Уже была с другим Депутатом Кочубеком Рыспаевым Партия решила Его исключить Однако Парламентская фракция Не подчинилась Полицовету Рыспаев до сих пор Является депутатом От фракции СДПК Не исключено Что то же самое Будет и с Исоем Уркуловым Во всяком случае Депутаты фракции Сегодня или избегают Контактов с прессой Или дают Очень обобщенные Комментарии Я сейчас не знаю Как было принято Это решение Как его исключили Из партии У меня были вопросы На заседании Фракции Мы бы Уточнили бы Все вот эти Позиции И я еще раз повторю Все должно быть В рамках Установленного Законодательства И действующего Устава партии В движении СДПК Безатамбаева Из-за встреч с которыми И принято решение Об исключении Уркулова Называют решение Полицовета Нелегитимным По данным противников Экс-президента Кворум для исключения Лидера парламентской фракции Был создан искусственно Ну мы думаем Что это искаженный факт И насколько мы знаем Это принято было В селе Кайтаж Их там все было Трое там было Даже если Есть какие-то доверенности Ну и доверенности Может быть там Те которые сейчас Сидят в СИЗО Может быть только от них Но это все Это мало же все равно А общее количество Полицовета Это 34 человека Из них есть Собрались там Максимум может подавериться 10 человек И это считаем Что нелегитимным Эксперты уверены Что партия социал-демократов Стремительно идет К саморазрушению Если внутренние разногласия Не прекратятся Уже к следующим выборам Активные члены СДПК Просто разбегутся По другим партиям Лидеру парламентского движения Придется формировать Новый костяк А сегодня сделать Это будет непросто Если Атамбайф пошел На такой шаг То он Убирает по сути Костяк основа Основу костяка Одним из костяков Является И джемби Это и сам Макту Если он очищает И хочет базироваться На новых лицах А новые лица Это бывшие алгинцы Бывшие акджоловцы И на этой базе Хочет построить Структуру партии Я думаю Она бесперспективна С мигрантами Партию Схолотишь Вот И поэтому Мне кажется Это начало Конца СДПК Это если они Такую политику Взяли за основу Свой съезд Партия СДПК Запланировала На апрель будущего года На этой встрече Социал-демократы Намерены Обсудить свои проблемы Однако не исключено Что судьбоносные Для партии решения Будут приняты раньше Члены движения СДПК Безатамбаева Обещают собрать съезд Уже в ноябре Встрече Робек Копаров НТС На этом мы с вами прощаемся Увидимся в следующее воскресенье До свидания Далее смотрите очередной выпуск Проекта Джамалбека Джумаева Мир удивляет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова